Гордость это своего рода произведение других, кроме себя самого. Привет, это Даша. Меня Александра осалила видео анкетным. Ссылка на её канал будет внизу под видео, как всегда. И называется она... Не отметилась, как называется... Ну, в общем, варик мои 90-е. Опас первый. Иванушки или руки вверх? Ну, наверное, всё-таки Иванушки, хотя руки вверх я тоже иногда слушала, но редко. В основном из-за того, что это чуть ли не единственная песня, где я слышу своё имя. Но редко встречается, к сожалению. Я вот знаю только эту песню. И какая-то песня из шансона. Вот помните, значит, кукла Маша, кукла Даша, там, и так далее. Вот. Ну и вообще, нравились они, конечно же, и рыженьки в первую очередь. Вопрос второй. Любимый артист. А я любила двоих в 90-е. Значит, это Дмитрий Харатьяна и, конечно же, Андрюшка Миронова. Причём Миронова до сих пор прям почитаю. Он для меня божеством. Хит-дискотеки. Не помню. Я, во-первых, не очень их любила. Мне все эти танцы напоминали эпилептические припадки. Извините. Поэтому, да. Я их не особо любила. И хитов, какие я не помню. Дискотек. Любимый мультик по ТВ-кассете. Король Лев. Тогда это был Король Лев. Сейчас это другой. Другие несколько. А тогда, конечно же, Король Лев. Мне кажется, Король Лев всем тогда нравился. Сериал. Ой, я смотрела те сериалы, которые смотрели мои родители. А так как единственные сериалы, которые тогда шли, были, помимо Санта-Бабре, мексиканские, то, соответственно, их мы и смотрели. Причем я смотрела даже сериал, который вообще ненавидела, потому что там плакали просто в каждой серии. Я его терпеть не могла. Но все равно смотрела. Ну и, конечно, из конкретных названий просто Мария. Богатые тоже плачут. И Дикий ангел. Дикий ангел это уже скорее конец 90-х. Так, реклама. Вспоминается сразу мамба, где, помните, и Сережа тоже. Ну, там, все любят маму, и Сережа тоже. И еще вот эти рекламы трудновыговариваемых, жвачек, ну, за компанией с Диролом, с Тимором, еще Джуси, что-то там. Ой, не выговорю, там, знаете, тогда в рекламе шли молодые люди и несли на плече огромнейший блок жвачки. И вот запомнился мне. Так. ТВ-шоу. КВН? КВН можно читать ТВ-шоу? Я, что-то, как-то у меня ничего такого не вспоминается. М-м-м, нет, подождите, вру. Был, это тоже больше конец 90-х. Когда пластилиновые знаменитости западные дрались за с другом на ринге, кровавые такие бои были. И я забыла названием. Ну, кто видел, тот понял меня. Книга. Ой. Я в детстве читала немалеримых количеств. Я сейчас читаю в разы меньше. Мне очень жаль, что тогда лично я никак не догадывалась вести, отмечать, что именно я прочитываю. Сейчас я с собой большим удовольствием ознакомилась, но первой мне в голову приходит книга, такая большая книга, большого такого формата, оформленная в стилистике мультиков диснеевских. Книга посвящена тому, ну, простейшим элементарным медицинским каким-то вещам, как не простудиться, там, ну, что-то вот такое. И все это проиллюстрировано в виде очень занимательной вещи. Это, кстати, была первая книга большая у меня. Я до сих пор помню, как я прихожу домой. Она лежит, такая большая, я прикладываю, что большие книги для больших взрослых. Я говорю, ой, а что за книжка? И у меня такие, это тебе, ой, я прям так была горда, я так рада была, что надо же у меня вот такой маленький лежит, такая большая книга прям, ой. Да, и еще вспоминает энциклопедия для маленьких женщин. Как-то я, по-моему, уже показывала в полочке по саморазвитию, оставлю ссылку. Такая, ну, типичная энциклопедия для девочек, там, элементарная вещь, которую должна быть каждая девочка. Далее, конфеты слабо-искусность. Сникерсы, Марс я очень любила, причем не видела между ними особой разницы. Вот, ну да, был со мной такой грешок. Так, странная мода. О, это вот объемные плечи. Солнце на меня светится, стараюсь не попадать под солнце. Это вот эти свитера с огромными плечами. Я, кстати, ненавидела их, всегда отрезала, но все равно оно... Было видно, что мне не нравилось это, жутко, совершенно. Вот, ну, вообще, по-моему, в моде я не разбиралась никогда. То есть, если мне это нравится носить, если мне комфортно, то удобно, плевать, я хотела, что там считается модным. Вот так. Игра настольно-групповая. Ну, в первую очередь, это шахматы, конечно. И во вторую, это монополия. Ой, я обожала монополию. Вот этот, есть там банк, тюрьма, эти вот купюры денежные. Значит, я всегда, да, была за того человека, который там деньги раздает. Эти карточки, там, по-моему, был сюрприз. Одна стопка, вторая... Еще как-то называлась. Вот, она у меня, к сожалению, пропала. То ли мама выкинула. То ли меседной очистки. То ли что, чтобы она была в очень уже плохом состоянии. Потому что я ее обожала. У меня сейчас есть такая мечта. Обзависительство монополии. Пато с кем я буду в нее играть? С мамой. Вот, и даже вчера полезла на Озон смотреть, искать. Я ее сразу нашла, стоит, ну, не 500 рублей, побольше. Вот, очень я ее любила. Так что шахматы и монополия, это все. Видео играю на приставке. Марио. Я, собственно, видеоигрую и купила вот ради вот этой игры Марио. Потому что я попробовала у своей одноклассницы поиграла. Она мне прям ночами снилась, эта игрушка. Я даже ее пыталась найти в компьютерной версии для ПК. Ну, не нашла. Может быть, плохо искала. Если кто знает, киньте мне, пожалуйста, ссылку. Я с удовольствием поностальгирую. Вот, так что вот, Марио, это наше все. Вот, помню, любила танчики. И что-то... До сих пор их ищу. Кто понял, о чем я говорю, и знает версию ПК, тоже мне, пожалуйста, напишите. Буду очень благодарна. Гоночки, рок-гонки. Да, по-моему, рок-гонки назывались, если я не ошибаюсь. Вообще, я по гонкам как-то не угораю. Жаргон даже применила. Но вот эти, они шикарные. То есть, ты не просто гонишь. Во-первых, ты можешь выбрать любую машину. Во-вторых, ты не просто гонишься. Ты можешь с собой там бомбочки оставлять. Там всякие ловушки, засады для других участников. Гонки, чрезвычайно занимательная вещь была. До такой степени она занимала мою ум, что я даже... Надо было к экзаменам готовиться. Я сижу там, еду. Про себя учу. Так, Наполеон напал на Россию в таком-то году. Я даже помню, что я учила. Я учила, я готовилась к истории. Вот, и... Вот у меня сейчас полуяркая опять в голове. А, Король Лев. Король Лев вообще. Прекраснейшая музыка. Графика превосходит все ожидания. Как сейчас помню, из Москвы ее привозила. Себе и брату двоюродному. Ну, это было божественно. Так, игрушка в киндере Happy Meal. Я даже не помню, что такое Happy Meal. Что-то знакомое. У меня прям молоко почему-то ассоциируется. Видимо, из-за слова milk. Милк молоко. Киндер я обожала. Я даже... У меня была мечта составить собственный городок. Из киндер-сюрпризов. И я его составила. Но потом у нас появилась кошка. Пошел собрать в ящике. Даже не знаю, целали так, куда я все это убрала. Но недавно я стала приобретать периодически. Снова. Не из-за игрушек, а из-за яиц. Вот. Даже сейчас покажу меня сейчас комнатить. Вот такая пан... Опять солнце. Вот такая панда мне попалась. И вот... И вот такой... Этот кузнецик. Милота. Милота милашная. Вот. Я, кстати, вспомнила... Что же сегодня в подсолнце попадаю? Возвращаясь к вопросу о видеоигре на приставке, мало кто знает. Но... Сейчас. Вот. Ну, все остальное... Так же. Там на горшок. В душ. Спать отправлять. Строить что-то. Вот. И есть. Холодильник. Вот. Я помню. Я вот прям до такой степени запала, что на эту игру... Что на... Ну, я как раз очень удачно через полтора месяца был день рождения. И мне брат подарил эту игру. Я прям все. Я от нее не отходила. И это... До сих пор длится фигня. С ИСИМС уже сейчас в четвертую рублюсь. Вот. И... Ну, это так. Я отреклась от темы. Последний вопрос. Все, закругляемся. Выдыхаем. Были тамагочи. Какой? Во-первых. А что, были разные? Вроде котят и собачки. Нет. Я не помню. У меня было, по-моему, два даже. Они постоянно у меня умирали. Потому что я когда с собой носила в школу, они там что-то пищали. Мне было не слышно. И это... Или я забывала про них. Вот. Если не забывала, конечно, сразу после школы я и на переменках я подкравливала, игралась и все. Могла забыть. По-моему, у меня штуки две было. Ну, я не... По-моему, еще дракончики были. Ну, вот, наверное, они и были. Раз уж я помню, что котятки, собачки и дракончик. Вот. Так что, вообще, игруненько-игруненько. И я и до сих пор продолжаю секраться в Тамагочи. Это Анжела в телефоне. До этого у меня был Пол. Такой... Пол. Кто знает, кто знает. Вот. Ну что, все, наверное. Это все, что я могу сказать о моих девяностых. Желаю вам, чтобы у вас плохие воспоминания оставались в прошлом, а хорошие всегда были с вами. До скорых книг. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok